В плане Сочи, что можешь сказать о готовности этого города к Олимпийским играм? Вы знаете, подготовка проведена очень большая. Я могу сказать, что общий объем инвестиций, который был сделан на структуре Сочи, составляет более одного трибунного уровня. Уже построено порядка 14 крупных спортивных режимов. К Олимпиаде будет приведено в эксплуатацию более 20 тысяч номеров, из личных номеров дополнительно по той базе, из личных, которая уже есть. По предварительным оценкам, Олимпиаду посетят порядка 300 тысяч туристов и планейщиков. Из них 140 тысяч – это иностранцы. Поэтому, конечно же, мы рассчитываем, что проведение Олимпиады, безусловно, существенно простимулирует приездной туристический поток. Но можно сказать, что сейчас уже идут продажи билетов на Олимпиаду практически. Билеты на основные проекты уже проданы. Интерес колоссальный. Интерес колоссальный. Но здесь очень важная задача и проблема для всех городов, которые принимали Олимпиаду, что делать с постолимпийским наследием. Ведь те гостиницы, которые введены в эксплуатацию, они не должны доставать. Они должны функционировать. Как добиться того, чтобы не было существенного спада туристического потока. И поэтому для Сочи сейчас очень важная задача – ребрендер. Здесь нужно сделать так, чтобы этот курор стал всесезонным. Потому что на сегодняшний день в основном это летний курор. Люди приезжают купаться, собирать, собирать. И вот очень важно дополнить продукты, связанные с зимними видами туризма. Гордонлыжные спуски, различные зимние виды спорта. И такая, конечно, возможность для строительства в таких спортивных объектах она проявляется. Ну и плюс еще важный асфект поздоровительного туризма для Сочи. Это грязи, это воды, знаменитая мацеска. И, конечно же, комплекс таких услуг позволит сделать этот курорт востребованным для российских и зарубежных туристов. А возможно какие-то визовые послабления к Сочи? В том плане, что граждане ЕС могут получить баскредит и вообще будет безвизовая зона? Мы очень рассчитываем на это. Потому что Россия заявляла, недократно заявляла, что мы готовы к отменению виз с Евросоюзом. И здесь нужна политическая воля в мире союзе. Конечно же, нужно стремиться к отменению виз с Евросоюзом. И мы очень рассчитываем, что этот процесс будет идти, перегородный процесс, достаточно динамичный. Сейчас идет речь об подписании нового соглашения между Россией и Евросоюзом. Это связано с упрощением, с существенным упрощением визового режима. И я знаю, что Россия и Германия уже продвинулись на этом вопросе достаточно далеко. И буквально недавно было решение Германии связано с тем, что владельцы так называемых служебных паспортов надо без виз приезжать, то есть это уже существенный шаг, новый шаг к облегчению визовой формальности. Но мы должны понимать, что все это должно делаться на паритетной основе. Пока визовый режим не отменен, конечно, мы должны стремиться к максимальному обращению. Для этого нужно, чтобы эффективно работали визовые центры, как в России, так и в Германии. Для туристов, которые обращаются за визой, получали максимально комфортные услуги, чтобы виза получалась в кратчайшую сроку. Нужно минимизировать пакет, список документов, которые необходимы для получения виз, чтобы помимо минимального списка документов, эти документы должны быть простые понятные, простая анкета, она не должна быть сложной. Поэтому все это должно стимулировать к тому, чтобы этот процесс, чтобы улучшение виз, сосредоточиться к минимуму, как по времени, так и по трудоустройству. Но все-таки что, Олимпиада немножко позитивно повлияет на этот процесс? Я думаю, что да. В любом случае, сейчас университет культуры вышла с инициативой законопроекта, который предусматривает посещение крупных культурных мероприятий, не только Олимпиады, но и других спортивных, культурных мероприятий, чтобы была возможность визвести визу в Российскую Федерацию на определенное количество дней. Это очень дневный срок, но для этого внутри вот это отдельное распоряжение правительства Российской Федерации, но тем не менее, что такая возможность под крупные события на определенной мероприятии, она была временно отменять выборами. Спасибо большое. Спасибо.